Мне задали очень простой, сложный вопрос. Что делать, если человек не понимает намеков? На самом деле, действительно, есть люди, для которых очень сложно считывать вторые смыслы. Это может быть связано с образованием. Просто чем ниже образование и общекультурный уровень, тем сложнее считывать двойные смыслы. Вторая составляющая — это психические особенности. Есть такой аутичный спектр всяких разных состояний, где могут возникать ситуации, при которой человеку действительно какие-то намеки сложно считывать. Ну и еще куча всего. Но если мы не говорим про проблемы-проблемы считывания намеков, то здесь, скорее всего, два фактора. Первый — это то, что намеки произносятся таким образом, что они могут дворяк толковаться, то есть нету определенности. То есть это может быть и то, и то. И игра, и нет. И вот это вот все эти бесконечные мету, они вот все в этом, понимаете, я вроде не хотела, но так и не сказала, задалась вопросом, но не подумала, намеков он не понял. Теперь секс в большом городе будет без главного героя и так далее. И вторая история связана с тем, что намеки используются как средство, я не хочу сказать, манипуляции, а скорее попытка управления чужим поведением. А вот когда человек куда-то там нацелился и куда-то идет со своим поведением, например, на кухне делят как бы полномочия, кто может стоять, кто может что готовить. У него уже есть или у нее уже есть это направление действий. И то, что вы намекнули, ну что, ну там же человек уже по инерции движется, поэтому рассчитывать, что намеки будут все срабатывать, это дело безнадежное.